Библейский портал экзегет.ру представляет И в конце 11 главы у нас говорится о воцарении 7-летнего мальчика Юаша, который, наследник убитого царя Ахази, его ставят на престол, в общем-то, священник, первосвященник, который устраивает заговор и законного, вполне законного наследника Юаша объявляет царем. Он 7-летний, напомню. 12 глава рассказывает, как начиналось его правление. 12 глава рассказывает, что царь такой-то вел себя хорошо, но святилище не уничтожил, не уничтожил святилище. Очевидно, что царская власть еще слишком слаба, она не может по всей стране навести порядок, вот где-то у себя там навела, и то хорошо. Юаш велел священникам, все серебро, которое посвящают Богу и приносят в храм Господний, серебро от подушной подати, серебро, пролаченное, как выкуп, и то серебро, которое по доброй воле пожертвует на храм Господний, пусть священники забирают все это у своих помощников и тратят на ремонт храма Господнего, где есть какая неисправность. Храм уже стоит давно, его построил Соломон, естественно, начинает разрушаться, вот он выделяет средства. Но на 23-й год царствования Юаша священники так и не исправили храм Господний. Логично, если не контролировать расходование средств, то и не будет ничего. Тогда царь Юаш позвал священника Ихуэду и прочих священников и спросил их, отчего же вы не чините неисправности в храме? Отныне не берите серебро у своих помощников, отдайте его на починку. Священники согласились, что не станут предбрать серебро у народа на починку храма. Священник Ихуэда взял один ящик, сделал крышке отверстие и поставил его справа от жертвенника. Священники, стоявшие при входе, опускали туда серебро, принесенное теми, кто приходил в храм Господний. Но там были разные выплаты, которые, в общем, были обязательны. Например, надо было первенцев покупать, первенца Господня, у кого родился первенец, то приносят небольшую сумму серебра в храм и тому подобные вещи. Когда видели, что серебра в ящике набралось достаточно, приходил царский писец и первосвященник. Они взвешивали, что было пожертвовано в храм Господний и уносили это в сумме. «Серебро по весу передавали подрядчикам, которые были назначены для Господнего храма, а те нанимали плотников и строителей храма Господнего, платили каменщикам и каменотесам, покупали древесины и тесаные камни, какие еще были траты для починки Господнего храма». Вот долго и подробно изъясняется вся эта история. «Серебро, принесенное в храм Господний, не тратили только на серебряные чаши, щипцы, крапильницы и прочую золотую и серебряную храмовую утварь. Его отдавали только подрядчикам на ремонт Господнего храма. Ну, видимо, потому что эта утварь уже была, и, в общем, серебряные сосуды, они достаточно прочные, можно было пока не трогать их, а заняться починкой того, что разрушалось. И дальше интересно. «Не требовали отчета у людей, которым выдавалось серебро для уплаты работникам, и они оправдывали доверие или пользовались доверием». Ну, вот важно, что работа для Бога, она предполагает, для храма предполагает, что люди сами по себе честны, что нет нужды их дергать лишним контролем. «А серебро, полученное как жертва за провинность или грех, не отдавалось, храм Господний принадлежало священникам». Было и такое, да, то есть человек, который сознавал за собой некоторый грех или ритуальную нечистоту, мог жертвовать серебро, но это было не на храм, это уже священникам, поскольку это связано с человеческой греховностью. Тогда арамейский царь Хазаил пошел войной на Гат и захватил его. Гат – это город Ферестимлен. Потом Хазаил хотел повернуть к Иерусалиму, но Юаш, царь иудейский, взял все, что посвятили Господу его предки, Ихошафат, Ихурам, Ахази, иудейские цари, и что посвятил он сам, и какое только золото нашел в храмовой и дворцовой сокровищницах, и послал все это арамейскому царю Хазаилу. Тогда тот оставил Иерусалим. В прочих делах Юаша, которые он совершил, записаны в летописном свитке царей иудейских. Вот интересно, что уже внешняя угроза, только откупиться от нее можно, уже сил противостоять нет. И прежде всего это северно-арамейское царство со столицей в Дамаске. Слуги Иоаши составили заговор против него, всюду уже заговоры, эпоха заговоров, страна беднеет, страна распадается, от нее уже отделились бывшие колонии, там и дом, и муав, уже иноземные цари берут какую угодно дань. Ну вот они дерутся за эту власть над последним оставшимся кусочком. Слуги Иоаши составили заговор против него, убили его в Бейтмилу по дороге к села. Его убили собственные слуги, Юзават Синшимата и Хузават Синшомера. После смерти его похоронили с правоцами в городе Давидовом, а вместо него выцарился его сын Аматия. Ну, конечно, о нем будет рассказано дальше, но обратим внимание, что вот это уже история деградации, что это царство, и Северное, и Южное, они уже начинают распадаться еще до того, как, собственно говоря, нашествие ассирийцев, Северное и Вавилонин, Южное уничтожат эти государства. Северное и Вавилонин